Здравствуйте! Вы смотрите новости Белорусской железной дороги. Мы приветствуем наших зрителей на официальном сайте Магистрали, а также в эфире шести региональных телеканалов страны. Меня зовут Дмитрий Козутин и в ближайшие минуты обзор наиболее важных и заметных событий последних дней. Начнем. Сегодня в выпуске. Объединяя все виды движения и путей. 80 лет исполнилось Министерство транспорта и коммуникации Беларуси. Почти 2 миллиона запросов за год работы поступило в контакт-центр Белорусской железной дороги. Специальная техника и устранение преград. В Гродно железнодорожники поделились опытом создания доступной и безбарьерной среды. День железнодорожника. Итоги работы и награждения лучших. Легенда магистрали. Памятную доску Николаю Макарову открыли в Витебске. Железнодорожная вселенная в миниатюре. На детской железной дороге собрались моделисты из Беларуси и России. Начнем выпуск с юбилея. 28 июля исполнилось 80 лет Министерству транспорта и коммуникации Республики Беларусь. Торжественный вечер прошел на базе Минского дворца железнодорожников. 80 лет назад, в 1939 году, был образован Народный комиссариат автомобильного транспорта общего пользования БССР. Именно с этого момента ведет свое летоисчисление Министерство транспорта и коммуникации Беларуси. В ходе торжества чествовали лучших тружеников и ветеранов отрасли. Железнодорожников, автомобилистов, авиаторов и работников водного транспорта. Высшие отраслевые награды вручил министр транспорта Алексей Абраменко. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев огласил приветственный адрес, подписанный главой правительства Сергеем Румысом. И вручил лучшим работникам транспортного комплекса почетные грамоты Совета министров и благодарности премьер-министра Беларуси. Поздравляли коллег с юбилеем, руководством и представителем многих смежных структур. Завершился вечер праздничным концертом. Одна из базовых задач транспорта, в том числе железнодорожного, обеспечение потребностей в перевозке пассажиров. И здесь все более важной составляющей становится сервис по предоставлению доступной информации. Без малого 2 миллиона запросов за год работа поступила в контакт-центр, новое подразделение Белорусской железной дороги. Контакт-центр Белорусской железной дороги круглосуточно принимает звонки и запросы со всей страны по теме организации пассажирских перевозок. Результаты первого года работы – 1 миллион 923 тысячи запросов по всем каналам обслуживания. На первом месте в этом объеме было получение справочной информации и бронирование мест на поезда. Связаться со специалистами контакт-центра пассажиры могут по телефону 105, через информационные терминалы на вокзалах и через интернет-мессенджеры Вайбер, Телеграм и Ватсап. А также по электронной почте и через форму обратной связи на официальном сайте RWBY. Дополнительно для пассажиров с нарушением слуха организован канал связи на языке жестов. Свободное перемещение в городе и на транспорте. О создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями говорили в Гродно. На железнодорожном вокзале города состоялся один из этапов областного семинара с наглядной демонстрацией доступности объекта. Участники встречи, активисты, чиновники и журналисты прошли по вокзалу весь маршрут инвалида-колясочника. От подъема на лифте в здание вокзала до посадки в поезд. Для перевозки используют специальные вагоны, оборудованные подъемником, особым купе и санузлом с широкими дверьми. Заявку на включение такого вагона в поезд можно оформить на сайте Белорусской железной дороги. С начала года их поступило уже более 80. Сейчас местами для проезда инвалидов оборудованы 28 купейных вагонов. 8 из них поступили в этом году, а также 25 современных электро- и 10 поездов. Продолжается работа по обеспечению доступности на вокзалах, станциях и остановочных пунктах. При ремонте здесь укладывают тактильную плитку, делают пандусы или понижение платформы, а для слабовидящих дублируют надписи шрифтом Брайля. Также есть возможность позвонить и получить услугу сопровождения по вокзалу. К другим темам. Забота и защита интересов. У Объединенной профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей появился новый лидер. В Минске прошел пятый пленум комитета Объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей. В его работе приняли участие начальник белорусской железнодороги Владимир Морозов, председатель белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Николай Матюк, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников Геннадий Косылапов, руководители отделений и структурных подразделений дороги, профсоюзные лидеры предприятия магистрали. Новым председателем Дорпросоша избрали Виктора Кокору, до этого времени возглавлявшего ОАО «Дорстроймонтаж Трест». Человек, в любом случае, он делает дело, это человек. И его защищенность, его социальная защищенность, его заработная плата играют в этом ключевую роль. Естественно, должна развиваться и компания, как Белорусская железная дорога, как другие организации, которые входят в систему профсоюзной. Обновится дорога, будет выше производительность труда, естественно, за собой потянет и заработную плату. Естественно, за собой потянет, будем говорить, и социальную защищенность. В первое воскресенье августа железнодорожники Беларуси отметили свой профессиональный праздник. А накануне Дня железнодорожника на всех отделениях прошли торжественные собрания, состоялись награждения передовиков. В столичном культурно-спортивном центре награду вручал начальник белорусской железной дороги. Владимир Морозов поздравил победителей отраслевого соревнования. По итогам работы за первые полугодия 2019 года первое место среди отделений заняло Гомельское отделение. Среди унитарных предприятий первое место занял коллектив Института Белжолдорпроект. Кроме этого, собравшиеся в зале были отмечены отраслевыми наградами. Знаками почетный железнодорожник, выдатник белорусской чехунки, за добросумленную працу на белорусской чехунце, перши и другой ступени. Начальник дороги поблагодарил каждого за ответственное отношение к делу и обеспечение безопасности движения поездов. Может поменяться техника, может поменяться какое-то оборудование, но не может поменяться отношение человека к своему труду, к своему делу, потому что, опять же, мы зависим друг от друга. Вашей работой, от вашего отношения к труду на каждом своем рабочем месте формируется общее настроение, общее отношение к железнодорожному транспорту. И работа каждого из вас на своем рабочем месте, опять же, она влияет именно на общий результат. За самоотверженный труд и проявленный профессионализм при ликвидации последствий схода подвижного состава знаком почетных железнодорожных был награжден начальник восстановительного поезда «Витебск» Олег Галкин. Его коллектив вместе с другими подразделениями работал на устранении последствий схода цистерн на участке Орша-Витебск в июле этого года. Я считаю, что оценка не моя, а конкретно всех восстановительных поездов. Мой коллектив не просто проявлял самоотверженность, а они полностью отдавались этой работе. Наши коллеги, которые приходили, пришли нам на помощь в этой сложной ситуации. Это, я хочу отметить, восстановительный поезд Орша, который в первые же минуты прибыл и выполняли свои задачи тоже самоотверженно. И упрекнуть вообще ни одного восстановителя, упрекнуть невозможно. Особое, особое, я бы сказал спасибо, это, конечно, восстановительный поезд «Гомель». С их самым грузоподъемным краном в Республике Беларусь, это 250 тонн, ребята, которые молодые, крепкие, тягали эти стропа, стропили, хантовали вместе с нами и оказали огромную помощь. Потому что мы подняли семь вагонов, установили на пути. Восстановительный поезд «Гомель» установил на путь семь вагонов, и один вагон установил восстановительный поезд «Нагилёк». В целом, за достигнутые успехи в труде, своевременное и качественное выполнение производственных заданий и в связи с профессиональным праздником, отрестливых наград Министерства транспорта и коммуникации и Белорусской железной дороги в эти дни было удостоено более 600 работников стальной магистрали. У каждого свой жизненный путь, но одна общая белорусская железная дорога. Надо ее просто любить. Меня на эту работу толкнул мой дед. Он железнодорожник, паровозник, работал в паровозной колонии во время войны. И вот когда я закончил школу, он мне говорит, железная дорога – это, говорит, твое. Так вот оно и пошло. И потом без движения уже как бы не чувствуешь всего такого взрыва жизненного или что-то вот такого. А движение – это жизнь. Железная дорога – это движение. Значит, будем жить. На торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику работников отрасли, начальник дороги подвел итоги работы коллектива. Отметил, что хотя этот год для магистрали оказался не самым простым по ряду показателей, необходимо приложить все усилия для привлечения дополнительных объемов грузов и пассажиров, и также реализации начатых инвестиционных проектов. Владимир Морозов потребовал от руководителей и работников неукоснительного соблюдения своих должностных обязанностей и технологической дисциплины. Также с Днем Железнодорожника собравшихся поздравили председатель Дорпрофсожа Виктор Кокора и председатель Организации ветеранов дороги Сергей Гоголев. Продолжим программу праздничный концерт. Для памяти потомков в знак уважения к заслугам. В Витебске открыли мемориальную доску в честь первого начальника Витебского отделения, трижды почетного железнодорожника Николая Акимовича Макарова. Макаров – имя легенда, как для Витебска, так и для всей белорусской магистрали. Увековещать память знаменитого руководителя предложил Совет ветеранов Витебского отделения. На торжественном митинге о Николая Акимовича вспоминали в том числе и те, кто успел поработать под его началом. Он был профессионалом высокого класса, грамотным, мудрым и справедливым. Ну, жили мы с ним вот в этом доме, по Кирова, два квартир, в этом доме. Я когда с лесарем работал, я бывало, как иду на работу, Николай Акимович уже идет в отделение. И вот так ежедневно. Всю свою жизнь Николай Макаров посвятил железной дороге. Еще в 1940-м стал начальником Витебского отделения движения. Во время войны организовал воинские перевозки под осажденной Москвой, командовал паровозной колонной особого резерва на магистралях Сталинграда и Курской дуги. За это получил золотую звезду Героя соцтруда и свой первый из трех знаков почетный железнодорожник. После освобождения Макаров налаживал перевозки в разрушенном Витебске, возглавил и на протяжении 20 лет руководил Витебским отделением дороги. При нем на смену пару пришла тепловозная тяга. Мемориальную доску разместили на фасаде отделения. На память и в назидание нынешнему поколению железнодорожников. Техника и технологии в миниатюре. На детской железной дороге прошла международная выставка железнодорожных моделей. Выставка моделей проходит уже в 22-й раз. Всего на два дня в Минске на детской железной дороге собрались моделисты из Белоруссии и России. Каждый привез в чемодане свое депо. Точнее целый мир в масштабе 1 к 87. Все экспонаты, локомотивы с вагонами разных видов и цветов, находятся в непрестанном движении. Под управлением диспетчера юных железнодорожников. Для этого в зале ожидания вокзала станции Заслонова специально построили макет железной дороги протяженностью около 20 метров. Состоящий из участков с железнодорожными перегонами, станциями, тоннелями и переездами. Причем все окружение стерилизовано под советскую эпоху. Такова тематика выставки. На одном участке старый грузовик терпеливо ждет, пока откроется переезд. На станции на запасном пути дремлет паровоз серии СУ. А вот соседи-железнодорожники ведут неспешную беседу. Пока мама с малышом развешивают белье. Большинство элементов на макетах даже самых мелких. А также часть локомотивов и вагонов изготовлена вручную. И на сегодня это все. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем железнодорожникам эффективной работы в единой команде. Берегите себя и своих близких. Напомним, этот, а также предыдущие выпуски программы «Новости БЧ» вы можете увидеть в интернете. Подпишись на наш официальный YouTube-канал и получайте уведомления о свежих выпусках. До встречи и счастливого пути! Редактор субтитров А.Семкин